Всем привет! Сегодня я для вас подготовила видео с лайфхаком о том, как быстро сделать вот такую вот укладку, которую вы сейчас видите на мне. В последнее время я частенько ее делаю и практически под каждым моим видео я получаю десятки запросов на то, чтобы показать, как я ее делаю. На самом деле делается все буквально за 5 минут максимум, именно поэтому я ее выбрала для себя, потому что мой ритм жизни не позволяет мне слишком много уделять внимания укладкам, но тем не менее хочется выглядеть прилично и красиво. И кстати это видео я сегодня снимаю совместно с Еленой Матвеевой, она тоже для вас подготовила очень интересный лайфхак, вы можете посмотреть его у нее на канале, обязательно зайдите на ее канал, посмотрите ее видео, а сейчас давайте приступать к укладке. На этом канале я частенько делаю видео с макияжами, но все-таки волосы, ими никогда нельзя пренебрегать, потому что это наверное 50% вашей красоты. Макияж это все конечно замечательно, но все-таки волосы, их укладка и в целом их состояние, это наверное 80% к вашей ухоженности. То есть если у вас ухоженные красивые волосы, то даже если вы без макияжа, все равно это выглядит намного более привлекательно, чем если вы с супер макияжем расфуфырен, и она в то же время такие вот три волосины торчит, и вообще никак абсолютно не уложены, поверьте мне. Как ни странно, укладка этой прически у меня начинается с вечера или с утра, потому что когда я мою волосы, я всегда прохожу свою обычную рутину, то есть увлажняю их, смазываю разными маслами, и после этого я делаю такой высокий пучок у себя на голове. И почему я завязываю волосы именно сверху, потому что у меня они по природе очень плоские и очень прилизанные, поэтому мне нужно максимально, насколько я могу, добавлять им объема. И я вот уже несколько лет после того, как мою волосы, постоянно их собираю сверху в пучок, и это огромную разницу в моих волосах делает. Конечно, после первого раза вы, может, ничего и не заметите, но чем больше вы будете это делать, тем больше вы будете замечать, что волосы ваши начинают как будто расти вверх, луковицы как будто вверх стремятся, и таким образом, когда они попадают, то уже нет такого совсем плоского вида, то есть они уже получаются более объемными. И первое, что нам нужно для того, чтобы сделать эту прическу, это, конечно же, подержать немножко влажные волосы в таком пучке. В идеальном варианте для себя я это делаю с ночи, то есть мою волосы, завязываю пучок и с мокрыми волосами ложусь спать. Для меня это работает. У меня волосы не сильно заламываются, но в то же время появляется такой очень крутой объем. Если у вас волосы очень сильно заламываются, то тогда я не рекомендую это делать с ночи, а сделайте это именно с утра. Следующий шаг это, конечно же, сама укладка. В первую очередь мне нужно распустить свой пучок и начать придавать текстуру своим волосам. Для того, чтобы добавить объем волосам, я всегда использую средство, которое на самом деле копеечное, но очень сильно помогает. Это Шантун взрывной объем спрей, и его я наношу на корни волос по всей голове практически. Единственное, я не наношу на ту зону, где у меня, собственно, будет сам пробор, а так по всей голове я это довольно щедро наношу и в то же время растираю рукой в корнях. И этот копеечный продукт действительно делает огромную разницу в вашем объеме. Так как мы сегодня будем использовать горячую укладку, нам нужно обязательно защитить наши волосы от повреждения и использовать какую-то термозащиту. Я в последнее время очень часто пользуюсь термозащитой от Фаберлик, это DD спрей-уход для волос. Он работает так же и как термозащита, и этим спреем я обрабатываю все волосы. Особое внимание я уделяю кончикам волос, потому что они самые сухие, самые нежные и больше всего подвержены ломкости. Если вы не хотите, чтобы ваши волосы секлись, их обязательно нужно защищать, особенно от высокой температуры. В термозащите нужно какое-то время для того, чтобы подействовать в ваших волосах, поэтому я прохожусь по ним пальцами. Дальше мы с вами будем сушить волосы старым дедовским способом, закидываем голову вниз. Да, именно так я и сушу волосы, пускай это выглядит смешно, пускай из этого издеваются стилисты или парикмахеры, которые могут смотреть это видео, но это реально работает. Это тоже придает огромный объем, особенно в комплексе с теми средствами, которые я сегодня использовала на волосах. Поэтому сушим в таком положении волосы, ни о чем не думаем, все классно будет работать. После того, как я высушила волосы, у меня, конечно, огромная такая львиная гриба получается на голове. И теперь самая главная задача в моем случае это уложить челку. Если у вас нет челки, то вы такой же принцип можете делать просто по длине ваших волос, которые находятся спереди. И независимо от того, есть у вас челка или нет, этот способ очень красиво обрамляет лицо. Конечно, с челкой это работает лучше, потому что объема получается визуально больше, но и без челки это тоже можно делать. Теперь берем круглую расческу и захватываем волосы, как будто мы хотим их очень сильно прилезать. Но на самом деле мы их поднимаем и изначально я очень хорошо продуваю горячим воздухом корни волос, для того, чтобы челка максимально поднялась и была более объемной. И дальше я прохожусь по остальной длине челки, начинаю прокручивать расческу и особенно внимательно укладывайте волосы на концах. Когда расческа уже доходит практически до кончиков волос, начинайте ее закручивать и приглаживать феном это все для того, чтобы получить такую интересную волну. У меня никогда не было какой-то особой пошаговой инструкции, что и как делать. Я доделаю ровным счетом, пока мне не понравится финальный результат, поэтому играйтесь, укладывайте таким образом ваши волосы и когда вам понравится объем и когда понравится, что вы сделали, уложите их в ту форму, которая вам нравится. И все это дело нам останется только закрепить фиксирующим лаком. На каждый день я использую лак слабой фиксации, но если вам предстоит какое-то мероприятие, лучше все-таки взять лак посильнее. И в видео я использовала как раз таки более сильный лак. Это лак от Faberlic. Он так собственно и называется сильная фиксация. Что касается стороны без челки, там где у меня просто длинные прямые волосы, там я опять-таки вкладываю тоже для того, чтобы немножко обрамить лицо. Делаю это абсолютно тем же принципом. Если вот где-то потерялся объем, вы опять-таки используя тот же принцип, можете пройтись и по всей голове. И опять-таки, как только вы довольны результатом, сбрызгиваете это все лаком для волос. Сейчас со всеми объяснениями и деталями кажется, что это довольно сложно и трудоемко, но на самом деле, действительно, поверьте, это занимает не больше 5 минут. И я из вот такого абсолютного хаоса у себя на голове могу сделать такую укладку, которая выглядит очень классно. И меня постоянно все спрашивают в реальной жизни, как я укладываю волосы. Буквально 5 минут вам надо будет потратить на это все. Поэтому не жалейте этого времени. Это действительно делает огромную разницу в том, как вы выглядите. Ну а собственно и все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, не забудьте поставить мне палец вверх и подписаться на мой канал. А также подпишитесь на канал Елены Матвеевой. Посмотрите ее видео с лайфхаком. Я думаю, оно вам тоже очень понравится. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Бедра. Я вообще не могу в это поверить. Бедра у меня 90 стали. Это минус 6 сантиметров за все время. Из бедра ветер очень сильный. Короче говоря, сплошное веселье. Да, Морда? А ты гулять хочешь идти? Спасибо.